ОМТВЮА про Головне. Это часть победы, это не вся победа, это часть победы. Второе. Те регионы, которые не являются сейчас по конституции нашими, но хотят быть нашими, тоже становятся нашими. Те части Украины, еще, не знаю, Харьковска, ну много же там, которые частью России быть хотят. Как бы больна ни была сегодняшняя Россия, она противостоит злу. Злу абсолютному. Злу абсолютному и внеморальному. Я говорю не про Украину, Украина всего лишь инструмент. А идеология Запада на сегодняшний день настолько аморальна. В Украине, естественно, есть националисты, есть неприятные националисты, но ни о каком нацистском режиме речи быть не может. Там, естественно, демократический режим, там тоже демократия со своими недостатками, со своими слабостями, потому что она только формирующаяся, но он есть. Что касается России, то здесь, ну еще вот действительно там, скажем, несколько месяцев назад, может быть, я бы поспорила, Но есть 12 принципов фашизма, потому что фашизм – это не просто там Муссолини или Гитлер, а это определенная консервативная идеология. Там Умберто Эко, когда я сейчас не могу их на память все сформулировать, Умберто Эко их формулировал. Есть там культ силы, культ традиций, национализм агрессивный. Вот я все это… Ограничение свобод очень сильное. Но в России все это есть, поэтому, ну, похоже на то, что уже можно российский режим назвать фашистским. Как ни грустно. Слушайте, ну, это невозможно поверить. Да, мне тоже трудно. Я вот говорю, и как бы сама думала, что ты говоришь. Ну, а почему мы здесь? А почему люди бегут? А почему бомбят мирные города? Ну, ради чего? Зачем? В чем смысл? Вот. И по явно гуманитарным объектам? Это удивительно просто. И на самом деле, если подумать до этого, представление о национальной идее совершенно какое-то извращенное, да, что Россия сильна, потому что ее боятся, потому что она всегда воевала, а вовсе не потому, что у нее великая культура, там, замечательные люди, замечательные достижения, это все признаки, ну, пусть не фашистского, может быть, но такого фашизирующегося государства. Ну, а теперь мы пришли к тому, что забирают... Тут я прочитала на Фейсбуке, что стоял человек с надписью, там, блаженные, милостивые бы их царствие небесное, ну, то есть с тех, кто бы из Евангелия стоял, его забрали. Культ войны, это все тоже такой типичный фашизм. На карту поставлено существование самой России и даже более того, русской цивилизации, потому что в случае проигрыша, в случае проигрыша, не просто развалят Россию. Все! Россию уже никогда не позволят подняться. Что же такое тогда наша Родина, если за нее кто-то отдает жизнь, а я ее даже не люблю, и я их так стою от того, что за нее жизнь не отдают, да ее и за меня, то как же мне жить, если ты даже тогда не сможешь отменить, изменить своего отношения к своей стране, то на тебя может стать крест. Ты зеро, ты ноль, нечего тебя учить, ни патриотизма, ни человека, ты тлен, мусор. Господь умеет таких ненавидеть и уничтожать, ищигать, умеет Господь расправляться с такими, если тебе не смогло растопить твое сердце, невразумить смерть за тебя другого человека. Осенний поцелуй. Понимаете, я никогда не думал, что настолько Зеленский асатанеет. Но вот когда вы сказали про сатанизм, мне кажется, что вы глубоко правы. И делать это могут только те, как вы сказали, которые поклоняются совсем другому, врагу рода человечества. Я думаю, православная церковь должна провозгласить Зеленского как официальный приход Антихриста. Официального Антихриста. Это классический Антихрист. Мы должны забыть фамилию Зеленский. Он оформил это. Он с дьяволом заключил договор, и он притворяет жизнь в то, что он заключил. Надо называть просто Зеленский, это Антихрист. Слишком увлестите Зеленскому, называй его Антихристом. Он такой, знаете, маленький чертеночек. Но не более того. Это может быть какой-нибудь чертенок. Как раз это и есть Антихрист. Добить надо этого Антихриста. Слишком высоко цените Зеленского. В кавычках, конечно, высоко. Это наше предназначение. На земле бороться со злом. Он просто противостоит Сатане. Сегодня у нас в государстве Дуви под руководством Яровой есть целая комиссия, которая проводит разбирательство вообще по деятельности этих биолабораторий. И начальник воинка РКП за защиту вооруженных сил, в том числе в своих брифингах, обозначил всю опасность этих биолабораторий. По правде говоря, это не более, не менее чем, как разработка биологического оружия, направленная в том числе против нас. И здесь, пероросу, можно следующий способ. Первый, через организацию убедительных наций, где будем закрыть, через Совет Безопасности ООН. Но если уже горячая фаза на Санкт-Петербурге, тогда придут поражение. Но это уже другая тема совершенно. Здесь надо с детским выводом сделать самое главное. Первое, как воспретить через международные организации, не только Россия в этом заинтересована, я думаю, заинтересованы многие в том, чтобы эта гадость против людей не распространялась. Вспомните Китай и вся эта история с Уханем и с этими летучими мышами, ну это пальцы выстренные, честно говоря, правда, да? Второе, что самое главное, адекватно самим садиться и нашим ученым разрабатывать. Первое, противоядие от всего этого. И второе, такое же оружие против англо-саксов. Но они же против нас воюют этим. Значит, мы должны быть к этому готовы. Они что пытаются сделать? Они специально изучают, что генофонд каждого народа и под генофонд каждого народа пытаются сделать то оружие, которое этот народ уничтожит. Надо заняться англо-саксами. Это главный враг. В результате такой оккупации стала сама Украина очагом опасных заболеваний, в том числе неясного происхождения. Исследованы сотни документов, разные источники информации, как на самом деле организовывалась работа биолаборатории на территории Украины. Пентагон реализовал на Украине план военно-биологической оккупации. При содействии киевского режима было создано 50 лабораторий, где проводились секретные исследования, эксперименты над гражданами Украины. Программы США по созданию биооружия имеют свои исторические корни. Под эти задачи строились лаборатории биологической войны армии США. Они именно так назывались. Вы что, не знаете об этом, что ли? То взятие Киева, коллапс или развала киевского режима, когда луны. Когда в ближайшие годы этого не будет. И вообще, возможно, никогда не будет. Если все посыпется... Мы говорим, мы сейчас Маринку не можем взять. Мы сделаем все для того, чтобы поддержать наших братьев и сестер. И в Запорожье, и в Херсонии, и в Донецке, и в Луганске, мы будем делать все для того, чтобы обеспечивать безопасность, повышать уровень безопасности на этих территориях и для этих людей. Уже факт очевиден, что Россия здесь навсегда. Навсегда. Война за Россию! Матушка! Зеленский делает вид, что все хорошо. Ночью он назвал новую линию обороны ВСУ в Харьковской области самой мощной во всей Украине. И заявил, что Харьков он точно не сдан. Уже одобрили новый бюджет Пентагона, который в очередной раз, который по счету побил все рекорды, составил в этот раз. По 786 миллиардов долларов на Украину позволено потратить 300 миллионов. Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Что касается демилитаризации, ну, не хотят договариваться, ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры.